МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ в студии Ольга Дмитриева. И Елена Краева сегодня в программе вы увидите. Воезная инспекция в микрорайоне Одинцова-1 появится новое образовательное учреждение. Летняя тренировка. Участники Одинцовского клуба активное долголетие сплавились по реке на сапах. День молодежи на центральной площади Одинцова прошел праздник с размахом. В 1876 году на Всемирной выставке в Филадельфии американский ученый Александр Был впервые продемонстрировал новый аппарат, который получил название «Телефон». Вскоре возникли споры о том, как пользователям обращаться друг к другу. И 15 августа того же года изобретатель Томас Эдисон в переписке с президентом телеграфной компании предложил обращение «хэллоу», то есть «привет». В России оно быстро трансформировалось в «алло». Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 300 лет назад, 15 августа, состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров в Петергофе. Идея создания загородной резиденции на берегу Балтийского моря возникла у Петра I в 1710-х годах. По своей роскоши она не должна была уступать дворцово-парковому комплексу в Версале под Парижем. Ко времени торжественного открытия завершили отделку Большого дворца, распланировали Нижний парк, прорыли морской канал и подключили часть фонтанов. Сегодня Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. 15 августа 1848 года американец Олд Хендчат запатентовал стоматологическое кресло. До этого пациенты располагались на полу, врач зажимал им голову коленями и орудовал крещами или сверлом. Прогресс наступил лишь в XIX веке, когда появился табурет и полочка для инструментов. После многие американские изобретатели участвовали в улучшении кресла. Лишь в 1867 году Уильям Моррисон сделал его металлическим с подголовником и подставкой для ног. 15 августа отмечают праздник археологи. Дата связана с днем рождения выдающегося ученого Татьяны Пасек. Сначала этот день широко отмечали только в ее экспедиции, потом празднование постепенно подхватили и другие группы. В России археология развивается с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы все собирали на местах разные древности. В этом же году в Петербурге основали первый российский государственный публичный музей «Кунсткамера». Также в этот день отмечают праздник сладких огурцов и День авиастроителя. 15 августа 1769 года на острове Корсика родился Наполеон Бонапарт. В 1785 году, в период Великой Французской революции, он начал службу в войсках в чине младшего лейтенанта артиллерии. Он легко располагал к себе людей, так как обладал феноменальной памятью, невероятной работоспособностью и острым умом. Его наступательные и победоносные войны значительно расширили территорию империи. Благодаря завоеваниям Наполеона в зависимость от Франции попали многие государства Западной и Центральной Европы. Также в этот день родился советский и российский композитор Микаэл Таривердиев и американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон. В микрорайоне Одинцова-1 в следующем году появятся два новых объекта образования со спортивными стадионами. Глава округа Андрей Иванов проверил строительство школы и детского сада. Подробнее в сюжете Екатерина Крамер. Какой здесь вид спорта? Здесь предусмотрено полностью баскетбол, волейбол и мини-футбол. Это универсальная площадка. Два спортивных и актовый зал на 500 мест. Глава округа Андрей Иванов в очередной раз проверяет строительство школы и детского сада в микрорайоне Одинцова-1. Здесь появятся отдельные блоки начальной, средней и старшей школ. Строится школа на 1160 учеников. Сегодня уже завершены строительные работы основного периода. Ведется фасадная часть и инженерная, внутренняя. Сейчас на площадке 150 рабочих. Они уже начали благоустраивать территорию. Тут будет новый спортивный объект по губернаторской программе «Открытый стадион». Также в микрорайоне появится новое дошкольное учреждение на 350 мест. Мы сейчас ведем кладку внутренних перегородок и стен. Переходим в этом месяце уже на остекление. И к фасадным работам переходим к сметинам в сентябре месяце. Это по детскому саду. Строительные работы в детском саду ведут 80 рабочих согласно графику. Открытие двух социальных объектов запланировано в третьем квартале следующего года. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Более 8 тысяч человек посетили праздничное мероприятие «Физкультпарк», посвященное Дню физкультурника. Для гостей провели спортивные турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, ударцу, а также мастер-классы. Состоялись встречи с известными спортсменами. Все желающие приняли участие в беговых экскурсиях по парку, открытых тренировках и забегах. Для детей работала анимация. Мероприятия прошли почти в 60 подмосковных парках. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 августа в Волоколамске встретили участников масштабного федерального проекта «Александрова дорога» исторической реконструкции, посвященной 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его знаменитому походу. Для гостей праздника на центральной площади города и на территории музейного комплекса «Волоколамский Кремль» состоялся фестиваль с ярмаркой ремесленников, фермерской продукцией, тематическими мастер-классами и выступлениями творческих коллективов. Мероприятие совпало с празднованием 888-летия Волоколамска. Определились победители второго этапа Кубка Сергея Корякина по шахматам, который прошел 13 августа в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. На площадке организовали трансляцию шахматных партий на больших экранах и онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок. После окончания соревновательной части турнира победители в своих категориях получили возможность принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Корякиным. Финальные встречи шахматистов пройдут 3 сентября в Щелкове. 12 августа в Подмосковье стартовал второй этап областного фестиваля современного танца под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках». Его посетили почти 5000 человек. В конкурсной программе участвовали 367 человек. Фестиваль «Город танцует в парках» продолжится до 2 сентября. Подробное расписание на сайте городтанцует.рф. Финалом станет гала-концерт, который пройдет в Балашихе. Для участников Одинцовского клуба «Активное долголетие» провели сплав по реке на Сапах. Они преодолели дистанцию в 6 километров. Сюжет Екатерина Крамер. Верхняя на нас смотрит. То есть поближе к воде. Техника безопасности и подробный инструктаж. Татьяна уже в прошлом году вставала на САП. Но вспомнить основные правила не помешает. Участница Одинцовского клуба «Активное долголетие» поддерживает себя в форме круглый год. Она занимается скандинавской ходьбой и осваивает САП-бординг. И все это с Одинцовским долголетием. Благодаря ему мы участвуем во всех мероприятиях. У нас есть свой клуб «Шаги здоровья». В долголетие мы раз в неделю обязательно ходим на коньки, в бассейн. Сегодня у них в распоряжении не бассейна, а целая река. Любители сапсерфинга с легкостью прошли дистанцию от пляжа «Дипломат» до Успенского длиною в 6 километров. Такая дизинка, видишь, называется. Вот он пристегивается всегда, человек к ноге, чтобы если человек либо сам захочет покупаться, либо упал, чтобы сапа не потерял, учитывая течение реки. Также, например, насчет падений. То есть, что на спину лучше не падать, тем более, когда мы идем в группе, может кого-нибудь весом задеть и саму об сапу давиться. Такая двухчасовая прогулка помогает всегда оставаться в форме. Соревнования на сапах среди долголетов проходят уже не в первый раз. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова». Этим летом в столице прошел первый в России технологический конкурс «Еда будущего». Его финалисты получили возможность протестировать на предприятиях свои разработки, среди которых роботизированные комплексы, сервисы питания на базе искусственного интеллекта и умная кухонная техника. Интересной разработкой стал робот-воспитатель «Кур». Он способен круглосуточно контролировать этапы кормления и отдыха птиц. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Международном медицинском кластере в Сколкове завершится второй этап благоустройства исцеляющих садов. Здесь появятся две парковые зоны – лес ощущений и птичья роща, а также новая детская площадка. Для всех посетителей благоустроят тактильные дорожки из камней, булыжников и бревен. На входе в парк установят арку с искусственным туманом, в которой можно будет охладиться в жаркую погоду. За полгода в рамках программы раздельного сбора мусора в столице собрали более 700 тысяч тонн вторсырья. При запуске программы в 2020 году главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным. Именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудовали более 22 тысяч специальных площадок и установили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. День молодежи. На центральной площади Одинцова прошел праздник с размахом. Уголь Донбасса в Звениграде открылась выставка художника Сергея Марченко. Новости онлайн о событиях округа, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. В минувшую субботу на центральной площади Одинцова с размахом прошел праздник, посвященный Международному дню молодежи. Организаторы подготовили мастер-классы, выставку современных и ретро-автомобилей, выступления молодых артистов и многое другое. Проведению праздника не помешала даже дождливая погода. Гости мероприятия поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. На центральной площади Одинцова прошел праздник, посвященный Международному дню молодежи. Для гостей привели знаменитую русскую забаву «Стенка на стенку», подготовили фотовыставку и различные мастер-классы. Второй год подряд наш Одинцовский молодежный центр проводит замечательный масштабный праздник, приуроченный к Международному дню молодежи, который отмечается в мире 12 августа. Для нас, конечно же, это большая честь. Мы ставим огромную сцену, делаем много локаций на территории центральной городской площади, приглашаем жителей Одинцовского городского округа. В сборке миниатюр приняли участие все желающие. Такой досуг объединил себе игру, творчество и даже создание военно-патриотического театра. Сегодня здесь даем возможность нашим ребятам, подросткам и молодежи познакомиться с таким видом досуга и творчества, как сборка военно-исторических миниатюр. В соседнем шатре инструктора помогают собирать тяжелые танки ИС-2 в сотом масштабе. И если человек собирает хорошо, осваивает основы игровой механики игры Великой Отечественной, ему дают возможность собрать танк-оппонент, тяжелый танк-тигр. В итоге будет получаться примерно что-то вот в этом плане. Испытать себя на надувной полосе препятствий, устроить фотосессию с ретро и современными автомобилями и мотоциклами, примерить аквагрим, каждый нашел занятие по душе. Помимо активности в этот день можно было вступить в ряды волонтеров Подмосковья и написать письма участникам СВО. Лилия Нищенко год назад узнала о таком движении от друзей. Говорит, что по своей натуре человек творческий и помогать людям ей очень нравится. Я считаю, что важно собирать молодежь вместе, особенно в такие праздники, мероприятия, чтобы люди могли раскрыться как-то. Концертную программу подготовили на весь день. В ней приняли участие танцевальные и вокальные коллективы. Выступления музыкантов разогнали серые тучи, согрели сердца одинцовцев и подарили незабываемые эмоции. Все хорошо, все нравится, позитивчик. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». На территории России впервые нашли окаменелости терапода – хищного динозавра мелового периода. Фрагмент скелета обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. В исследовании и находке будут участвовать ведущие российские палеонтологи. По предварительным оценкам, динозавр был примерно метр в высоту и около двух в длину, считая хвост. По мнению специалистов, это был представитель семейства дромиозавридов. О других событиях в нашей стране прямо сейчас. Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей. При возникновении необходимости совершения сделки с недвижимостью, принадлежащей ребенку, необходимо получить разрешение органа опеки. Одобрение возможно только в случае, если несовершеннолетний собственник будет одновременно обеспечен такой же квартирой или большей площади, не находящейся в залоге. Заявления и документы для получения предварительного разрешения можно подать через МФЦ. Его рассмотрят в течение 15 дней. Разгонный блок «Фрегат» вывел автоматическую станцию «Луна-25» на траекторию полета к спутнику Земли. Ее выход на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров намечен на 16 августа, а мягкая посадка на поверхность спутника – 21 августа. «Луна-25» – часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое по исследованию практического использования Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В 2024-2025 году в Санкт-Петербурге планируется выполнить работы по строительству участков двух линий метро – Красносельско-Калининской линии от станции Казаковская до Путиловской и Лахтинско-Правобережной линии от станции Спасская до станции Морской фасад. Проекты предусматривают возведение станции, вестибюлей и административного здания станции. Его картины отражают эмоции и чувства людей, каждый со своей историей. Все они служат в зоне СВО. У картин нет фамилий, а есть только позывные. Художник Сергей Марченко в Звенигороде презентовал выставку «Уголь Донбасса». Нашему корреспонденту он рассказал, какой смысл скрыт в его работах. Один из лучших портретистов Сергей Марченко открыл свою передвижную выставку «Уголь Донбасса» в арт-салоне Звенигородской библиотеки. Главная задача проекта – через графику раскрыть внутренний мир тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Со слов автора, это возможно только при искреннем интересе художника к модели. Стал искать их уже в сюжетах. Там идет краткий рассказ о героях. Звучит их голос, их мысли и становится зримым этот портрет их. Как будто я с ними уже знаком и могу на основе этих материалов делать работы, приближенные максимально к натурным. На выставке представлено 13 портретов участников спецоперации – волонтеров, добровольцев, медиков. Все они выполнены углем на крафтовой бумаге, что перекликается с темой Донбасса. Здесь нет лоска и пафоса. Главное в картинах – это простота. У зрителя создается ощущение, что он уже знаком с этими героями и может слышать их мысли и чувства. Работам автора свойственна энергия красок солнечного дня и задумчивость туманного утра. У картин нет имен и фамилий, только позывные. С позывным «Хатабыч» из Иваново приехал, ополченцем в казацком корпусе сейчас находится. И как он спокойно с высоты своих лет рассказывает о том, что он делает правое дело. И уверен абсолютно в том, что это останется в веках. И после его ухода будут много благодарных людей приходить к нему на могилы. Впервые выставку Сергей презентовал в Музее Победы на Поклонной горе. Работы вызвали большой отклик и одобрение среди публики. Художник понял, что нужно продолжать. Портреты участников СВО он продолжает писать и по сей день. На одну картину уходит два дня. Бывает так, что ты возвращаешься к работе, замечаешь какие-то шоки. Но есть еще это само исполнение. Но есть такой момент, когда ты с этими героями знакомишься. Ты как бы насматриваешься. Ты думаешь о том, на что сделать акцент, какой образ больше в нем раскрыть через что. Вот та же каска, она может иногда фигурировать и как нимб над головой. Глаза – это зеркало души. Еще Михаил Врубель говорил, что на своих картинах глаза он рисует в последнюю очередь. Именно так художник начинает говорить со своими моделями. Сергей соглашается с этим и надеется, что ему удалось передать все эмоции. И это зацепит зрителя. Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». По итогам первого полугодия Одинцовский округ сохраняет лидирующие позиции и занимает первое место по Московской области в рейтинге предпринимательского климата. Оценка работы муниципальных образований рассчитывается по четырем показателям. Подобное исследование проводится ежеквартально по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». О других событиях округа, которые обсуждают в социальных сетях, в нашей следующей рубрике. С 18 по 20 августа в Серпухове развернется палаточный городок с насыщенной образовательно-практической программой. Там расскажут об инициативах и проектах в области экологии, развитии экотуризма и осознанном образе жизни. Всех гостей ждут образовательные лекции, ярмарка проектов и песни у костра. Мероприятие состоится в деревне Глазово. Вход свободный, об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». В усадьбе Покровская-Засекина состоится второй открытый летний арт-фестиваль «Мое Покровское». В программе мастер-классы по живописи и гончарному искусству, художественная выставка и выступления музыкантов. Гостям расскажут историю усадьбы, ее архитектурные особенности. Всех желающих ждут 19 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». Чем же еще интересным заняться в округе этим летом? Езда на велосипедах или прогулки на роликах? Отличный способ поддерживать свое здоровье и получить удовольствие от активности. Полюбоваться красивыми местами в городе или на природе вы можете в ближайших парках округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Про молодежь». Употребление брокколи, шпината, капусты и зеленых овощей положительно влияет на здоровье легких. По версии ученых, они облегчают или вовсе предотвращают бронхиальную астму. Эти продукты богаты витамином группы К. А их недостаток как раз влияет на функционирование легких, свертываемость в крови и заживление ран. О других событиях в мире в следующей рубрике. Турецкая компания впервые в Казахстане запустила работу по выращиванию бананов. Организация установила тепличный комплекс площадью 5,3 гектара с банановыми деревьями, сорт которых вывели специально под климат страны. В планах компании расширить теплицы еще на 5 гектаров. Это позволит собирать порядка 1 тысячи бананов в год. Первый урожай будет через 6-8 месяцев. В теплицах также планируют выращивать томаты и клубнику. Сербские шахтеры обнаружили древнеримский корабль. Впервые элементы судна нашли еще в июле. В дальнейшем раскопки осуществляли археологи. Точный возраст корабля неизвестен, но, по оценкам специалистов, его могли построить и использовать примерно в 3-4 веках нашей эры. В то время на этом месте стоял римский город Виминациум. Он находился примерно в 70 километрах от современного Белграда. Предполагается, что найденный корабль курсировал по притоку, который соединял город с Дунаем. Китайские ученые вычислили оптимальное количество друзей и побратимов. Для этого психологи проанализировали базу данных американского исследования. В 2018 году ученые отслеживали развитие мозга нескольких тысяч детей в возрасте 9-11 лет по мере их взросления. Затем ту же группу спустя два года в раннем подростковом периоде. Психологи сопоставляли количество друзей и динамику различных грани интеллекта за два года. Выяснилось, что самыми толковыми оказались ребята, которые в анкете насчитали у себя по пять близких друзей. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла. Ночью 16-18. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот и QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. В студии с вами были Елена Краева и Ольга Дмитриева. Мы желаем вам прекрасного дня. Увидимся завтра. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!